Приветствую, друзья! Мне задали там вопрос, чем отличается аутогенная тренировка от ключа. Аутогенная тренировка или АТ создана Шульцем в 30-х годах. Шульц – великий человек, который гипнозом занимался, как и я, и как занимался гипнозом и автора психоанализа. И все мы вышли из гипноза, потому что гипноз – это метод, с помощью которого можно было изучать какие-то глубинные внутренние возможности психи организма. Но затем он придумал автотренинг Шульц. Он писал в своё время, что хотел создать метод, с помощью которого человек мог бы быть совершенно независим от гипнотизёра. Но для этого он изучал, что человек чувствует после гипноза. Он задавал вопрос, что вы после гипноза, что вы там в гипнозе чувствовали? И обратил внимание вот на что, на то, что человек говорил – расслабленность, чувство тяжести, сонливости. Я тоже так же задавал вопрос человеку, что вы после гипноза чувствовали, а он мне говорил – свобода. Вот вы представляете, там внутри он чувствовал себя свободным. Но был опять же в зависимости от меня в данном случае, как от гипнотизёра, и поэтому я придумал ключ. Шульц придумал автотренинг, предлагая потом любому человеку вообразить расслабленность, сонливость, тяжесть. Для этого я предлагал ему лечь и сидеть в позе кучера. Помните, кучер едет на дрожжах, там вот так слегка покачивается, сидит вот так вот и расслабляется, невольно засыпает, как бы полудременно ходится. А я предлагал сразу не садиться, не расслабляться, не испытывать тяжесть, а чувствовать себя свободным. В любое время, в любом месте. Но для этого я давал принцип – подбирай себе действия, которые тебе подходят в моменте, а сам процесс подбора путём перебора этих действий снимает лишнее напряжение и учит человека творческому мышлению, чтобы он и любые другие вопросы решал, проще, эффективнее и быстрее. Так вот, кардинальная разница. Ну, дело-то в том, что примерно 30 человек, 30% людей легко впадают в транс, и поэтому, если человек начал заниматься аутотренингом, легко его освоил, его потом оттуда поленом не вышибешь, как говорится, потому что он все другие методы игнорирует. Если ключом занимается, то же самое, альфа-состоянием занимается, то же самое. Поэтому они становятся как бы конкурентами, потому что я всё время выставляю новый метод – ключ, чтобы человек мог и в беге, а не только сидеть или лёжа, и во время движения мог находить это состояние, и в самолёте, когда летит, и в подводной лодке. А там надо в аутотренинге обязательно удобная поза, расслабление, чтобы шум не мешал и так далее. Ну, 30% людей, кто первый метод увидел, попробовал, сразу туда попадает, и поэтому потом со мной дискутируют, а что лучше. Конечно, ключ лучше, потому что мы можем в любых условиях тренироваться, и в любых условиях использовать, и не только лёжа или сидя, и не только расслабляясь, а и в беге, и в прыжках, и так далее. Ну, мы ещё поговорим на эту тему, ещё мы поговорим, а что же делать тем другим, которые не 30%, а которые больше. А почему больше мы можем с помощью ключа, а не с помощью аутотренинга? Потому что мы изначально там снимем зажимы, разомнём плечи, сделаем приёмы, которые подготовительные, разминку, которые называют синхрогимнастика, и потом попали в это же самое состояние. Только это гораздо проще и быстрее, чем в аутотренинге. Классический вариант аутотренинга – 9 месяцев тренировки. 9 месяцев. А у нас можно за одно занятие 30% сразу, а у нас 70%. А если он делает ещё дополнительные приёмы элементы ключ-2, будет и 90%. Поэтому метод ключа охватывает мир, как по закону цепной реакции. Кто-то друг другу показывает эти же приёмы. Хлёст, шалтай-болтай, плавание, теннисная игра, бокс, имитация движения. И что вам подходит, то вам и снимает лишнее напряжение. Вот вам и современный уровень. Но мы ещё об этом поговорим. Пишите в комментах вопросы. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok